Следующий сюжет связан с одной старой популярной задачей из элементарной математики, пожалуй, не совсем из элементарной математики, которую можно отнести к классическим задачам. Впервые эта задача появилась в 1967 году в газете «Комсомольская правда», почти 50 лет назад, полвека назад. В те времена интернета не было, и средством информации были газеты. Можно было в любом уголке страны прочитать эту газету, которая выходила миллионами тиражами. Так вот, в этой газете в декабре 1967 года были помещены задачи Олимпиады. Были задачи по математике, по физике, и вот там была опубликована задача, которая потом в разных вариантах, в разных ситуациях имеется в очень многих книгах. Это книги Савина, Васильева, Егорова, Анатолия Павловича Савина, Андрея Александровича Егорова, Николая Борисовича Васильева. Сейчас двух авторов уже нет. Интересно следующее. Когда эту задачу печатала комсомольская правда, но это почти что официальный источник информации, то условие задачи было таково. Есть круглое озеро. Круглое озеро. По берегу озера бегает павлик. Туда-сюда. А в этом озере, в Круглом, или бассейне, я не помню, плавает Саша. Саша плавает. Вот так вот. Известно, что у Павлика скорость в четыре раза больше, чем у Саши. Значит, пусть здесь скорость в, я буду писать, вот так, в, а у Павлика скорость 4в. Но Саша бегает быстрее Павлика. Значит, я так напишу еще. Это вот когда Саша плавает со скоростью в. Но бег Саши, ну это так, давайте уж условно скажу. Больше, чем бег Павлика. Саша бегает быстрее Павлика. И вопрос так звучал. Сможет ли Саша убежать от Павлика? Еще раз условие. Круглый бассейн или озеро. Озеро, проще говорить, чем бассейн, снимаясь. Круглое озеро. На озере плавает Саша в воде. По берегу бегает Павлик. Он бегает довольно быстро, чем этот Павлик. Но Саша зато бегает быстрее Павлика. Сможет ли Саша убежать от Павлика? Выбудется на берег и убежать. Через некоторое время эта задача появилась в книге. И там была уже такая фабула. Значит, круглое озеро. Павлика плавает ученик, а по берегу бегает учитель. То же самое. У учителя скорость 4В. Вот он туда-сюда бегает. А у ученика скорость В. Ну и ученик бегает быстрее учителя. Но на берегу то же самое. И вопрос. Сможет ли ученик убежать от учителя? Ну, это потом уже в книгах появилось. Наверное, это вот авторская была формулировка. Но нехорошо было в газете написать, что ученик там убегает от учителя. Наоборот, все бегут в шоточку. Вот. Мы будем с вами говорить о такой ситуации. Так, Павлик с Сашей неудобно, потому что неважно. Мы можем быстро забыть, кто где находится. Ученик тоже как-то нехорошо. Озеро плавает утка, а по берегу белок бегает леса. У леса скорость 4В. Она бегает туда-сюда со скорость 4В. У утки скорость В. Так, у утки скорость В. А утка, такая утка, что вот она взлететь может только с берега. Вот она, утка, если здесь, то она взлетает. Взлетает. А с воды не может. Ну, вот такой условий. И вопрос. Сможет ли утка подняться и улететь? То есть не попасть этой лисе в лаву. Так, привыкли к задаче? Все, да? Значит, самое главное. У лисы скорость 4В, у утки В. Ну, вот условие задачи не совсем такое корректное, на мой взгляд. Потому что, смотрите, если утка очень близко к берегу вот здесь, а лиса находится далеко от этой точки, вот можно говорить, вот здесь вот лиса, то, конечно, если это расстояние мало, то утка очень быстро доплывет до берега, и пока тут лиса будет бежать, она взлетит. Значит, все зависит от того, где находится это, как взаиморасположенное, каково взаимное начальное расположение героев этой задачи. Утки и лисы. Утки и лисы. Значит, начинаем знакомиться с этой задачей, рассмотрим вначале такую ситуацию. О – это центр озера, лиса находится здесь, а утка вот здесь. На одной прямой, на одном диаметре они находятся. Вот такую ситуацию будем назвать оппозицией, когда центр озера между лисой и уткой. Оппозиция. Оппозиция – это значит просек. На просеку находится. Так. В этой ситуации утка может напрямую поплыть к берегу. Значит, ей нужно преодолеть вот это расстояние. А лисе нужно, чтобы, так сказать, просто препятствовать, преодолеть это расстояние. Так. Давайте обозначим радиус озера R. Вот это расстояние X. Вот это расстояние, обозначим X, которое нужно преодолеть в университете. Значит, цель университета. Цель университета. Так. Как-то утка похожа на букву Y, да? Чтобы это не путать, может быть, гусь будем говорить. Ну, не будем. Так, Y. Значит, утке нужно преодолеть расстояние X по прямой. Она плывет со скоростью V. Со скоростью V. Значит, это время должно быть больше, чем время, которое требуется лисе, чтобы пробежать половину окружности. Меньше. Правильно, да, цель. Спасибо. Меньше, конечно. Так. Утка бежит со скоростью 4V. А какое расстояние ей нужно преодолеть? Правильно? PR. PR. Правильно, половина окружности. Длина окружности 2PR, а здесь половина. Значит, мы сокращаем здесь на V, и получается, что X меньше, чем... Что же получается у нас с вами? Если утка окажется вот в такой оппозиции в лисе, то она уплывет, приплывет до Америка и улетит. Давайте рассматриваем такую ситуацию. Возьмем окружность, разиус которой равен R на 4. R на 4. Так, будем считать, что в начальном условии, в начальном условии, такие у нас. Утка находится в центре, ну, а лиса где-то на берегу хозит. Помните, как задача формулируется? Сможет ли утка выбраться на берег и улететь? По самой формулировке предполагается, что ответ должен быть или да, или нет. Если ответ да, то для любого начального положения наших героев мы должны указать стратегию для утки. Значит, вы сказали, что самая тяжелая ситуация для утки, это когда она находится в центре. Так, давайте подумаем. Может ли утка удаляться от центра, находясь в оппозиции с лисой? То есть, всегда располагаясь на одной прямой, на одном диаметре с лисой. Может ли утка находиться на одном диаметре с лисой? Вот центр. Да, потому что утка обладает скоростью v. И эту скорость мы можем разложить по двум направлениям. Значит, мы можем разложить эту скорость в каждой точке траектории утки по двум направлениям. Итак, разложим скорость утки по двум направлениям. По радиусу и по касательной к окружности, ну или по оппогональному направлению. Вот я так вот сейчас скажу. Значит, скорость утки v разложим по двум направлениям. По радиальной составляющей и по касательной составляющей. Скажите, за счет какой составляющей утка может держать оппозицию по отношению к лисе? За счет касательной. Значит, насмотрим, куда здесь бежит лиса туда-сюда. И вот за счет этой составляющей может маневрировать. Значит, давайте мы так обозначим. Это будет v радиальная, v с индексом r, а это будет v с индексом tau. Скажите, какое ограничение на эту скорость касательно для того, чтобы можно было держать оппозицию с уткой? Какое, каково соотношение между скоростью лисы и касательной составляющей скорости утки? Значит, эта героинь лиса бегает по окружности радиуса r. Лиса, утка плывет по окружности радиуса r. Пусть она находится в точке r. На расстоянии r от центра озера. И касательная направлена вот по касательной. За счет этого выдерживается оппозиция. А здесь радиус r. Каким должно быть соотношение, чтобы сохранялась оппозиция? Должны быть одинаковыми угловые скорости. Значит, если лиса сместилась на такое расстояние, а утка сместилась вот на такое расстояние. Значит, здесь r, утка движется по окружности радиуса r, а лиса движется, бегает по окружности радиуса r. Здесь скорость 4v, лиса 4v, а здесь скорость касательная v-толгу. Какое должно быть соотношение, чтобы это было так? Ну, наверное, скорости должны быть пропорциональны радиусом, да? Пропорциональны радиусом. Значит, v-толгу разделить на 4v равняется r, разделить на r. И тогда касательная скорость v-толгу равняется 4v, r, r. Так, да? Касательная скорость не превосходит скорости утки v. Потому что катер и ефтеноза. Мы раскладываем, вот, вот, ортогонарно направлено. Значит, это не превосходит v. Вот такое неравенство, и отсюда мы заключаем, что r малое не превосходит чего? Какая оценка для r малого получается? Правильно, r на 4. Значит, смотрите, какой мы делаем выбор. Пока наша утка находится внутри круга радиуса r на 4, она может держать оппозицию лисе, или находиться в оппозиции с лисой. Итак, сейчас я еще раз повторю этот выбор. Из этого соотношения, которое получается из ограничения на касательную составляющую скорости утки, получается следующий выбор. Вот наше озеро, центр озера. Есть окружность радиуса r на 4. r на 4. Утка находится в центре озера, лиса находится здесь. Начиная движение из центра озера, утка всегда может маневрировать так, что будет находиться в оппозиции к лисе, как бы здесь лиса не бегала. Потому что у нее, у утки, хватает ресурсов на то, чтобы соответствующие касательные составляющие компенсировало возможные движения утки по окружности. Всегда будет утка находиться в позиции к лисе, вот в положении l1, вот y1. Утка лиса переместилась в положение a2, утка переместилась в положение u2, но у нее еще остаются ресурсы на то, чтобы при этом и удаляться от начала координат. Не от начала координат, а от центра круга. Потому что составляющая это v, tau, это не вся скорость утки. Она раскладывается по другому направлению. Значит, находясь в круге радиуса r на 4, утка находится всегда, может находиться в оппозиции к лисе, и при этом удаляться от центра козы. Вот, совершая, следуя такой стратегии, мы получим, вернее, наша утка, наша героиня, окажется в итоге в такой ситуации. Маневрируя и сохраняя оппозицию, утка окажется на окружности радиуса r на 4, на маленькой окружности, вот здесь утка, лиса находится в оппозиции. А теперь посмотрим, что происходит дальше. Какое расстояние из этой точки осталось проплыть нашей утке? Дельник, значит. Время утки равняется. Осталось пройти 4 четверти пути, помните, песня месецкого осталась. А здесь 3 четверти радиуса. Остается пройти 3 четверти пути. Скорость у нее v. Так, а время лисы, злодейки. Ей же нужно пробежать половину окружности, там окружность, мы помним вам, 2 пьера. На уровне рефлекса 2 пьер произносим пополам пьер. Значит, пьер скорость 4v. Так, ну начинаем сравнивать эти два значения времени. Так, здесь получается, как я пишу, 3r разделить на 4v. Надо сравнить пьер разделить на 4v. Но все помнят, что пьер это 3, там и 14. Значит, вот так связаны эти числа. Время лисы больше. Время движения. Значит, тут у нас до наступления холодов, пока озеро не замерзнет, за конечное время приплывет и улицу.